А мы с друзьями друг друга зовем, ни котятами, ни карапузами. Есть у нас особое имя свое, мы называемся Пупсами! Настя, Алена и Даша – подружки-непоседы. Девчонки уже несколько лет занимаются танцами. День физкультурника считают своим днем, поэтому, не раздумывая, решили принять участие в традиционных соревнованиях, приуроченных не только к праздничной дате. Приурочен наш день физкультурника к бодрому возвращению детей с моря. Ну и, соответственно, все желающие приходят, занимаются. Это традиция, действительно. Сегодня у нас легкая атлетика, футбол, баскетбол, мини-футбол, дартс, детские эстафеты. Возможно, если будут желающие семейные старты, гиревой спорт, перетягивание каната, бандминтон. Ну, в общем, мы подготовились для всего населения, начиная от двух лет и для всех желающих до бесконечности. На дне физкультурника, который в Новоивановском прошел при поддержке партии «Единая Россия», рады видеть любого жителя поселения, независимо от уровня подготовки, подчеркивают организаторы. Это праздник здорового образа жизни, а не спорта высоких достижений. Поэтому медали и грамоты получат все участники соревнований, как командных, так и личных. Впрочем, жители Новоивановского – люди спортивные. Кто-то ходит на борьбу, кто-то играет в футбол, а кому-то больше нравятся танцы. Инфраструктура поселения позволяет выбрать занятия по душе. У нас очень много площадок. На той стороне вот у нас стадион огромный. Можно любому прийти, позаниматься на тренажерах или просто на площадке поиграть. А также у нас проводится очень много спортивных мастер-классов в нашем максимуме. Такие как по йоге, хип-хоп и все такое. Нам не хватает огромный наш минус – хорошего физкультурно-оздоровительного комплекса. Вот если он появится в ближайшие годы, нас будет поддерживать так же, как и создание этого праздника. И партия «Единая Россия», и администрация района, и губернатор. Будет замечательно, мы освоим, и будет у нас все хорошо. А сейчас уличные площадки и стадион Немчиновского лицея нашего родного. Справляемся. Но хотелось бы лучше. День физкультурника – праздник для многих жителей муниципалитета. Спортивные площадки поселений никогда не пустуют. В Одинцово центром гуляний стал парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Здесь катались на велосипедах и самокатах, занимались на тренажерах и просто хорошо проводили время тысяч одинцовцев. Турнир по парковому волейболу – лишь часть большой программы. На игровой площадке было жарко, и дело не только в температуре воздуха. Одержать победу хотелось всем, но и проигравшие не падали духом. Может, кубок они и не взяли, зато получили бесценный опыт. Ошибок было на самом деле достаточно, но я думаю, это все поправимо. Эмоции очень хорошие, положительные. Так что я очень доволен, что я пришел и поиграл в парковый волейбол. Пока волейболисты разыгрывали кубок турнира, любители скандинавской ходьбы преодолевали 12-километровый маршрут. А поклонники лыжероллеров готовились к мастер-классу. В день физкультурника Одинцовский район в очередной раз доказал – он по праву заслуживает звание самого спортивного. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.